Итак, пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня проиндексируют на 10%. Размер прибавки для каждого получателя индивидуален. В среднем выплаты увеличатся на 1760 рублей и будут достигать 19360 рублей. Речь идет о страховых пенсиях по старости, пенсиях по инвалидности, по потере кормильца, выплатах по государственному пенсионному обеспечению и социальных пенсиях. Соцвыплаты для 15 миллионов россиян вырастут на 10%. До 13 919 рублей увеличится с 1 июня прожиточный минимум в России. Он, как и пенсии, будет проиндексирован на 10%. Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля. Для пенсионеров 11 970 рублей. Для детей 13 501 рубль. В величине прожиточного минимума привязан размер ряда пособий и выплат, поэтому новая индексация позволит увеличить социальные выплаты более чем 15 миллионам россиян. Не может это не порадовать и должников, как тех, у кого списывают зарплаты пособия за долги, так и тех, кто проходит процедуру банкротства. А чему радоваться тем, у кого долги? Подробнее об этом я расскажу в этом видео. А для тех, кто досмотрит видео до конца, получит скидку в моей юридической компании. Какую именно, узнаете в конце этого ролика. Я Игорь Полицаев, руководитель юридической компании, юрист. Помог списать своим клиентам долгов на сумму более 350 миллионов рублей. Лично участвовал более чем в 4 тысячах судебных заседаний, более тысячи дел выиграл. Также участвую в создании закона. Делюсь своим опытом с вами на страницах YouTube, в Telegram, а также ВКонтакте. Подписывайтесь на канал. Здесь все о списании долгов. Итак, про повышение пенсии, пособий и прожиточного минимума я уже сказал. А какое это отношение имеет к должникам? Прямое и положительное. Рассмотрим первую ситуацию. У Сергея Ивановича пенсия 14 тысяч рублей. За долги приставы снимают с его пенсии 50%. Итого на жизнь ежемесячного Сергея Ивановича остается 7 тысяч рублей. С 1 февраля 2022 года официально начала действовать гуманная норма. Должник получил гарантированное право на прожиточный минимум. Забрать больше его не имеют права. Однако, защитные механизмы не включаются автоматически. Для того, чтобы воспользоваться новым правилом, необходимо подать заявление судебному приставу. В заявлении должник должен указать свои данные. Фамилию, имя, отчество при его наличии. Гражданство. Реквизиты документа удостоверяющего личность. Место жительства или место пребывания. Номер контактного телефона. Дату и номер исполнительного производства. Социальную категорию, к которой он относится. На основании содержащейся в заявлении информации, судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения. Удержание денежных средств будет осуществляться с соблюдением требований должностного лица службы. Банк или иная кредитная организация не сможет обратить взыскание на неприкосновенную сумму. В случае с нашим пенсионером Сергеем Ивановичем с февраля 2022 года он начал получать 12 тысяч рублей со своей пенсии. Согласитесь, что это гораздо лучше прежних 7 тысяч, то есть на 5 тысяч рублей больше. А сейчас с повышением прожиточного минимума Сергей Иванович будет получать еще больше денег. Это все конечно хорошо, но долги Сергея Ивановича при таких обстоятельствах не спишутся и будут висеть мертвым грузом. Да к тому же перейдут по наследству. Единственный законный способ списать долги это пройти процедуру банкротства. Друзья, а если у вас уже сейчас есть непосильные долги и кредиты, вы попали в сложную финансовую ситуацию и не знаете спишут ли вам ваши кредиты, займы и долги, то записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании под этим видео. И мы разберем конкретно вашу ситуацию, ваш случай и поможем избавиться от долгов законным способом. А в процедуре выплаты должнику, так сказать, на жизнь, также зависят от прожиточного минимума. Его гарантированно выдают каждому должнику, имеющему доход, официальный доход. Таким образом, возбуждение банкротства не останавливает жизнь. Банкроту и членам его семьи будут нужны деньги на приобретение продуктов и предметов первой необходимости, на оплату неотложных нужд. Поэтому, для обеспечения текущих нужд, ему оставят часть зарплаты в размере прожиточного минимума на него и его иждивенца. Также есть несколько видов доходов, с которыми запрещены любые удержания в процедуре. Например, сюда входят алименты, детские пособия и отдельные виды компенсационных выплат от работодателя. Пенсия по утрате кормильца. Этими доходами должник сможет распоряжаться, независимо от того, сколько ему оставят средств от зарплаты или пенсии. Хочу отметить, что показатели прожиточного минимума утверждаются и меняются нормативными актами регионов. Поэтому в каждом субъекте Российской Федерации прожиточный минимум разный. Однако, важно понимать тот момент, что теперь должники в процедуре банкротства будут жить еще лучше. А после завершения процедуры снимаются все ограничения на получение и расходование зарплаты. В отношении долгов, которые были списаны в суде, переживать не стоит. Их более никому отдавать не нужно. И сейчас государство из раза в раз принимает лояльные законы для должников, не препятствует списанию долгов. Поэтому сейчас самое время обратиться за бесплатной консультацией, чтобы понять, подходит ли вам процедура списания долгов. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке под этим видео. А для тех, кто досмотрел видео до конца, как я и обещал, подарок от меня. Скидка на процедуру списания долгов в размере 10 тысяч рублей. Чтобы получить скидку, нужно обязательно быть подписанным на этот канал. И на бесплатной консультации сообщить промокод BANKROT2022. И скидка у вас в кармане. А на сегодня это все. Оставляйте свои вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал. А мы увидимся с вами в следующем видео. Пока.